В день всероссийского праздника губернатор Игорь Руденя вручил жителям региона государственные и областные награды. Церемония прошла в зале правительства Тверской области, где каждую неделю кабинет министров решает насущные проблемы Верхневолжья. На торжественную церемонию были приглашены люди, чей вклад в развитие Тверской области и страны в целом трудно переоценить. Среди них работники научной сферы социальной защиты, медицины и культуры. В частности, свою заслуженную награду получила Татьяна Куюкина, директор Тверской областной картинной галереи. Его многолетний труд способствовал зарождению императорского дворца города Твери. Это архитектурная жемчужина всего Тверского края. Из рук губернатора орден вместе с удостоверением о почетном звании народный художник России получила Людмила Юга. Известный Тверской график, член областного отделения Союза художников. Сферы творческих интересов Людмила Георгиевна сосредоточены на духовном и материальном наследии православной Руси. Так, в прошлом году она открыла выставку, посвященную 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия представления святой Анны Кашинской. А сегодня, получив награду, художник не скрывает того, что вместе со званием на плечи ложится и новая ответственность. Обязывает она к тому, чтобы еще ответственнее относиться к тем работам, что я делаю, к выбору тем, чтобы, как я рисовала историю Тверского края, историю России, чтобы я продолжала работать в интеллектуальной сфере нашего искусства. Не скатывалась просто березки из ташки, чтобы был смысл в том, что я делаю. Еще одним награжденным на торжественной церемонии стал ветеран войны известный общественный деятель Иван Евгеньевич Кладкевич. Он получил звание почетный гражданин Тверской области. Вручение совпало с 95-летним юбилеем ветерана. Несмотря на возраст, он и сегодня в строю ведет большую общественную работу, участвует в патриотическом воспитании молодежи. Ваша жизнь, уважаемый Иван Евгеньевич, это пример для всех нас. Я уверен, что ваш пример сохранят в сердцах на долгие годы участники нашей сегодняшней церемонии, в которой сегодня будут включены паспорта гражданина Российской Федерации. Кроме того, этот день стал памятным для нескольких школьников, ведь они стали полноценными гражданами страны. Игору Дэнни вручил ребятам их первые паспорта, свидетельства принадлежности к стране. Закончила торжественная церемония праздничным фуршетом и совместными фотографиями.